Здравствуйте, дорогие товарищи! Тем, кто раньше приходит, часто выпадает поощрение, поощрение в виде брошюр, книжек, которые мы довольно часто выпускаем. В этом году выпустили мы, по-моему, штук 5-7, а может и больше. Так что вам повезло, а сегодня вы получаете мою книгу, некоторые говорят замечательная, «Эпоха советского просвещения в буржуазном обществе». Общество у нас какое нынче? Буржуазное. А просвещение у нас какое? Советское. Об этом и эта книга. Я просто здесь показываю, что советское просвещение – это не только вот мы, узкий круг, довольно узкий круг. У нас там круг есть еще в сетях, смотрят нас. Но и в других городах, в весях, есть нынче кружки, курсы, клубы, которые интенсивно занимаются советским просвещением. Вот в это, казалось бы, буржуазное суровое нынче время. Поэтому я надеюсь, что вы и многое познаете из этой книги и получите интерес и удовольствие от некоторых вещей. А наша сегодняшняя тема – научный социализм, то есть тема. Значит, моя фамилия Казенов, зовут Александр Сергеевич, я профессор, доктор философских наук, преподавал вот здесь в Политехническом университете несколько лет. Теперь занимаюсь сугубо философской, теоретической, просветительской деятельностью. Я понял, что для народа это значительно выгоднее, чем я предподаю вызванные из пальца курсы нынешней властью, в том числе в просвещении. Занимаются они там ерундой, занимаются они там затемнением. Не просвещением, а затемнением. И думают, что и народ в России уже темным стал за время реформ, ничего не понимают и надо вот в этой темноте держать. Я знаю и уверен, что они глубоко заблуждаются. Ещё Бакунин в середине 19 века говорил, «Русский мужик Тёмин, но он не дурак, он с понятием». С понятием. И я там открываю один раздел. «Понять» значит выразить в понятии. И вы уже поняли из наших занятий, что мы отталкиваемся от понятий, чему учил Гегель. Кто не верит или кто может убедиться, уточнить и углубить в этом отношении свои знания. Извольте купить Гегеля. Кстати, я думаю, это вот с нашей большой тридцатилетней пропаганды Гегеля стало в магазинах масса изданий. Вот и сейчас в доме книги несколько изданий науки, логики, феноменология духа. Другие произведения бывают, сейчас вот нет, но бывают. Так что мы держимся традиции аристотелевской, которую развил Гегель, и которую продолжали Маркс и Ангелис и Ленин, и которую и мы продолжаем. Держимся понятия, понятий, объективных понятий. И стало быть, объективной истины. Что такое истина? Вы уже усвоили. Усвоили? Да. Чего-то товарищ сомневается. Истина – это что такое? Соответствие понятия объекта. Да, хорошо. Соответствие понятия объекта. Можно и так сказать. Но все-таки этого недостаточно. Как сказать точнее и полнее? Соответствие понятия объекта и объекта понятию. Да, и объекта понятию. И мы-то часто как раз идем от объекта. Соответствует ли предмет своему понятию? Значит, долго я думал над нашим правительством, над этой нынешней властью, и теперь понял, что они не соответствуют понятию капиталистической власти, буржуазной власти. А не буржуазия, а не мелкая буржуазия. И мелкая вот в этом мелочном, значит, смысле, который был в СССР. Вот капитализм, он уже отмер, мелкой буржуазии он уже отмерла, а мелкая буржуазность осталась. И вот эта вот публика с мелкобуржуазным сознанием в Советском обществе. Вот она сделала карьеру в комсомоле. С помощью папочек залезли в журнал, в редакцию журнала «Коммунисты» как Гайдар. Он блатник, он троечник. Но папочка, отец Тимура Гайдара, отец Тимура Гайдара, помните такого? Тимура-то. Писатель. Да, писатель, а у него был герой Тимур, помните? Смотрели? Тимура и его команда-то. Вот. Они троечники, они ничего не понимают, они утопические капиталисты. Я потом, я вот специально этот вопрос выделил сегодня. Каждый год как-то эту тему варьируешь. Вот сегодня я вот этот момент хочу, значит, немножко выяснить. Утопический капитализм. Да, утопический капитализм. Или буржуазная утопия у наших. Что? Ну, давайте вот рынок откроем, и рука рынка нам всё тут решит. Государство нам не нужно, оно только будет начальным сторожем, чтобы там пока предприниматели спят, не разворовали их собственность. А экономика, она тут сама будет работать, денежки мы будем у них собирать налогами и распределять их. Это даже вот не знаю, как назвать. То ли серость, то ли тупость, то ли это специальное задание ЦРУ дано было. Оглуплять людей такой вот пропаганды, что рука рынка, она всё отрегулирует. Так государство, оно только мешает. Да, так что вот и такой вопрос. Итак, вопросы, которые сегодня надо рассмотреть в теме научный социализм. Первый вопрос. Основное понятие, определение понятия. Социализм, сущность социализма, виды социализмов и, собственно говоря, научный социализм. Второй вопрос. Утопический социализм сегодня. Вот, когда мы изучали тему утопического социализма в университете на уроках научного коммунизма, нам преподаватель рассказывал, что там вот в XVI-XVII веке были утописты, вот потом были тут, значит, утопические социалисты в XIX веке великие основатели и предвестники научного социализма Маркса и Энгельса. И как-то вот до последнего времени, вот буквально до последних лет, у меня тоже было такое восприятие, что утопический социализм, он где-то там давно был. И во время, значит, вот такой первобытный социализм. Но вот эти несколько выборов последних, вот они просто убедительно показали, что у основной части наших социалистов нынешних, которые бьют себя в грудь, сделали выдающуюся карьеру, как Сергей Миронов, у которых в партии «Справедливая Россия» записано, что они за социализм, они на самом деле утопический социалист. Но поскольку он теперь фальшивый, это, скажем, Роберт Уэн, великие утопические социалисты, Фурье, Сен-Симон, это люди были откровенной такой страстной борьбы за справедливость, за социализм. А эти мерзавцы, они это используют как прикрытие для карьеры, для обмана трудящихся. И в этом их мерзостность. Хотя, скажем, существует и мировой социализм. Он тоже утопический, скажем, социалистический интернационал. Интернационал социал-демократических партий. Это вот утопический социалист. А вообще говоря, это не утопический теперь, а обманный социалист. Тоже мы о нем потом поговорим. Наши... Буржуазные, сами знали. Буржуазные, да. Значит, наши Платошкин, Стариков, Шевченко, вот тут подвязался недавно, Прилепин, они тоже социалисты. Но это утопический социалист. Это утопия. Об этом тоже мы поговорим. Третий вопрос, как я говорил, утопический капитализм. И я думаю, что нынче вот в этом контексте это полезно и интересно рассмотреть. Четвертый вопрос. Научный социализм и современное рабочее движение. Потому что современному рабочему движению и вообще рабочему движению последних веков без социализма и без научного социализма никуда не двинуться, не рыпнуться. А раз рабочему движению не рыпнуться, значит и обществу тоже. И пятый. Будущее социализма и коммунизма. Итак, определение понятия, скажем, можно было бы сказать очень просто. Что такое социализм? Социализм – это что такое? Это начальная стадия коммунизма. Во, во. Да, это вот такое распространенное высказывание, распространенная характеристика социализма. Особенно в советское время. Прямо настаивали и нас учили. Это первая фаза коммунизма. Но потом как-то так вроде забылось, что это первая фаза коммунизма. И нам, значит, в школе-университете преподавали, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. Если оно будет жить при коммунизме, то, значит, сейчас оно не живет при коммунизме. Правильно? Вывод такой – такой. Тогда как вы указываете, что социализм – первая фаза коммунизма, то есть коммунизм-то был на самом деле. Значит, поэтому вот она формулировка, она правильная, но она логически не выверена, несколько некорректно, даже логически. Значит, корректно вот эту же мысль высказать – социализм – это коммунизм на первой стадии. Вроде разница небольшая, да? А в чем логический смысл? Логический смысл в том, что всякое определение, всякое – это я перехватил, большинство определений, которые мы даем и которые в науке даются, они строятся по тому типу, который выразил и нам разъяснил Аристотель. Аристотель говорит, всякое определение состоит из родового слова и специфического отличия. Любое, опять я – любое, очень многие, большинство определений, они строятся вот по этой аристотельской характеристике. Гигель ее критикует и, в общем, справедливо он ее критикует. Что, дескать, определение или мысль, или понятие состоит, мол, из двух частей Гигель критикует. Тогда как не из двух частей – это одно определение, это определение вот этого одного предмета. Но так Аристотель выразил это. Тогда лучше не выразить было. Слава гению Аристотеля, что он до этого дошел. А мы теперь это, особенно начинающие люди, они это используют. То есть, если они схватили вот это, они любое определение, понятие могут на вот эту вещь проверять. Скажем, заработная плата – это что такое? Плата за работу. Неправильно. Откуда вы взяли такое? Если мы сразу пример разобрали. Ну, вы даете плату за работу. Цена откуда? Тоже это очень неправильно. Труд не имеет цены. Он сам создаёт то, что потом оценивается. Он – субстанция цены, субстанция стоимости. Часть прибавочной стоимости. Да, вот это уже мысль работает, начинаются свои такие выкрутасы на эту тему. Но, вот в такого рода вещах, в основополагающих определениях, никакого тут блуждания не должно быть. Теория, она этого не позволяет. Скажем, математика, да? Квадрат разности – это что такое? Разность возведённых квадратов. Да, он понять мысль не помнит, но образ он помнит. И он нам сказал образ. Определение квадрата разности, то есть в математике, да? Квадрат первого числа, минус удвоенное определение первого числа на второе, плюс квадрат второго числа. Это жёстко, никуда от этого не денешься. И так вся математика на этих определениях стоит, как и всякая другая наука, как и логика, как и политика, которой мы, собственно говоря, занимаемся. Мы занимаемся теорией политики, но в её коммунистическом варианте, в варианте научного социализма. Да, и тут в определении, значит, социализма мы видим эту структуру. Социализм – это коммунизм в первой стадии. Первое слово – родовое, родовое понятие, общее понятие. Это коммунизм. Он и в первое, и во второе. Это коммунистическое общество. Специфическое отличие. В первой стадии, так же, как и заработная плата – это цена рабочей силы. Это не плата. Захотели – вам заплатили, захотели – не заплатили, искали что, но денег нет. Помните, были времена, не платили месяцами, а некоторыми – годами. Но это цена. Родовое слово здесь – цена. Общее слово здесь – цена. А специфическое отличие – цена рабочей силы. И если это цена, то это не произвол работодателя и не ваше, так сказать, приниженное положение. А это тот компромисс, которого вы добились в борьбе. То есть, если у вас есть профсоюз, если вы отстаиваете свою зарплату или готовы отстаивать, а руководство об этом знает, что у вас цена рабочей силы более-менее соответствует рыночной стоимости. Если у вас нет профсоюза, у вас цена рабочей силы вашей на таком уровне, что вы еле прокармливаете свое семейство, оно еле выживает у вас, оно не доедает. Жена ругается, что вот ей нужно, понимаешь, колготки новые, а у вас нет денег на колготки. Начинаются проблемы в семье. Так что это дело рынка. Цена определяется на рынке, она определяется спросом и предложением. Если вы просите повысить цену и имеете возможность надавить на хозяина, вы имеете цену в соответствии с рыночной стоимостью. Если вы не можете, если у вас профсоюза нет, у вас отымают вашу большую часть заработной платы и по форме-то вы получаете, да? А по сути-то это пособие на выживание, чтобы вы не подухли с голоду, чтобы мы не подухли с голоду. Вот нам дают эти деньги. Вот я поработал, подработал, но почему же я буду профессор за эти деньги работать на буржуги? Я лучше на пенсию, поработаю на трудящихся. Глядишь, быстрее мы наладим в обществе порядок. Достойный человека. Достойный человека труда. Так что и в коммунизме определение – родовое слово и специфическое отличие, и в заработной плате, и во многих отношениях и местах. Поэтому вот можно так назвать ассоциализм. Теперь имеются и другие смыслы, значения этого слова. Социализм как движение социалистическое. Хорошо бы представлять себе источник этимологический. Откуда растёт это слово и понятие? Это слово и понятие растёт из латинского. Социэтос – общество. Социум – общество. Социализ – общественный. То есть социализм – это общественный строй, в котором главенствует общественность, общественное. Господствует частное. Причём вот когда капитализм рождался, он отменял феодализм. Феодализм тоже частное, но оно более неразвитое, более отсталое, более консервативное, ещё там какое-то. И капитализм тогда, значит, это было таким частным, которое было более прогрессивным по отношению к этому неразвитому частному. Поэтому капитализм строили люди, во-первых, очень умные, все философы, поэты, писатели эпохи становления раннего капитализма. Это до сих пор великие люди. Эпоху просвещения, я, кстати, об этом пишу, сделали великие люди, великие философы, писатели, поэты, художники, скульпторы. Но когда капитализм они построили, после революции английской и французской, утвердились, и они уже как-то свои прогрессивные роли начали подзабывать. И уже им хотелось законсервировать то положение, в котором они оказались. И это стало сугубо антиобщественной силой. Тогда и выдвигается социализм. Социализм как отстаивание все-таки общественного, народного, массового, родового человеческого рода. Социализм стал отстаивать интересы рода, не части, не богатых, не элит, как они нынче называют, а рода человеческого, социума, общественности. Так что здесь мы продолжаем вот эту прогрессивную традицию, которую когда-то открыл ранний капитализм. Мы продолжаем вот эту общественную линию. Мы отрицаем частное, отрицаем уродливое, отрицаем то, что тормозит развитие общественного рода, а стало быть и каждого человека в отдельности. Поэтому в унифесте Коммунистической партии Марс и Энгель записали, наше учение можно выразить одной фразой – уничтожение частной собственности. Причем, значит, по-немецки это звучит так – «aufheben private eigentum». «Приват» – знаете вы, да, слово? Частный. «Sobstensse eigentum» по-немецки. «Aufheben» – «снять». Ну, Михаил Васильевич вам, наверное, объяснял уже термин «снять». Что значит «снять»? Или не доходили еще до этого? Отрицание и содержание. Отрицание и содержание, да. «Aufheben» и по-немецки. Вот такое противоречивое слово. Оно включает в себя два противоположных смысла. Но они такие противоположные смыслы, которые, как бы, значит, находятся друг в друге или реализуют друг друга. Скажем, снять чайник с огня. Что это значит? Физическое действие. Это значит «сохранить чайник». Сколько вы чайников за жизнь сожгли? Три много. Ну вот, три, я три. А вы? Один-два. Ну, молодец. Видишь, он всего один. Потому что молодой. Да. Почему? Не сняли вовремя, да? Не уничтожили процесс печения. Нужно его было снять. Просто. Или, значит, снять часового. Что значит «снять часового»? Значит, его замочить. Я не знаю, но, может быть, наоборот, обнушить. Где-то установить. Да, да. Нет, есть ведь и в обратном смысле. Когда берут, как это называется? Языка. Языка, да. Сняли и взяли языка. То есть, с одной стороны, его уничтожили как часового, а с другой стороны, взяли как положительный язык. Ну и так далее. Не будем рассматриваться, раз вы это дело так или иначе знаете, так или иначе проходили. Значит, вот этот вопрос об общественном развитии, он и лежит здесь в основе. Он и составляет сущность процесса. Поэтому можно сказать, что социализм – это рабочее движение, стремящееся осуществить миссию рабочего класса. Это движение, стремящееся осуществить миссию рабочего класса. В чем состоит эта миссия рабочего класса? А вот она и состоит в этом общественном прогрессе. Она и состоит в уничтожении капиталистического общества, в установлении власти рабочего класса, в союзе с другими трудящимися. В том числе теперь уже и служащими, и интеллигенция, я думаю. Интеллигенция помогает рабочему классу. Но и сама диктатура предприятия, само это государство – оно тоже приходящая форма. То есть, как только уничтожен вот этот вот класс паразитический, вот этот вот класс частный, вот этот вот класс общественного, морального и иного разврата, значит, государство будет не нужно. В какой-то мере СССР погиб из-за этого, то есть, оно уже было отмирающее государство. И мы были люди, и я в том числе, да, в молодости, расслабленными уже. И нам, скажем, повесили вот эту соплю на уши, что будете жить при социализме. И мы вот жили с этой глупостью. О, мы, а в школе-то это я там был в седьмом или в восьмом, в восьмом или в девятом классе. Мы так обрадуем, о, скоро кому нет, тут, значит, автоматы будут работать, а мы тут будем, значит, наблюдать. Повелись на эти вещи, и много там таких было вещей. Да, вот как выяснилось, нельзя. Так что сущность, она связана рабочего движения, миссией рабочего класса. Завоевание диктатуры претряда и снятие ее в коммунистическом общественном самоуправлении. В общественном управлении. Или в социалистическом управлении, тоже можно сказать. Социалист, общественный. И вообще все движение, оно нацелено на развитие общественного. Скажем, сразу об обчисление производства. Национализация производства произошла в основном в восемнадцатом году, в 1918 году, через год после революции. Теперь, сразу были начаты процессы об обчислении сельского хозяйства. Сельское хозяйство – это меленькое производство, мелкое буржуазия, мелкое хозяйство, мелкая производительность, маленькая, низкая. Нужно было об обчислять. Поэтому Леонид сразу предложил форму об обчисления. Какие? Срава социализм и коммунизм крестьянин не поймёт. Но он поймёт. Это, значит, такие простые, ближайшие или уже в бывшей перспектализме формы об обществлении. Это совместная обработка земли или тозы тогда назывались – товарищеская обработка земли. Теперь, артели. Тоже это старинная форма. В 19 веке она была очень развита. Значит, и тут артели, когда призвала партия создавать артические производства в сельском хозяйстве, их довольно активно стали создавать. Теперь колхозы – коллективные хозяйства, так и называются. И совхозы. Подразумевалось право, совхозы – это государство организует, а колхозы – это вроде сами. Значит, деревни образуют в своей деревне. Вот это коллективное хозяйство. Куда частники вливаются и создают общее более эффективное производство. Ну и так далее. Так что вот эта вот миссия пролетариата, она лежит в основе социализма. Но социализм у нас, у Маркса и Энгельса, у Ленина, у Сталина – он научный социализм. А до этого были другого вида социализм. Значит, ну, во-первых, первичный там, первый социализм, скажем, Томас Мор – чехословацкий, это чехословацкий, английский канцлер, написавший трактат о лучшем государственном устройстве, об острове утопия. За что поплатил за? И был казнен. И, наверное, вовремя, в начале XVI века. Причем, в начале XVI века вот это вот движение против феодализма и против церкви, опротивившей всем уже католической церкви, оно было довольно бурным. И, конечно, вот я бы посоветовал, значит, каждому человеку поизучать это время. Почему? Потому что вот как будто везде вспыхнуло вот это отвращение к религии, к католической церкви, к папе, к этому, к этим обрядам. До того, что сами религиозные деятели стали, значит, выступать против католической церкви. Ну и таким символом, знаменем этой эпохи выступил Мартин Лютер был такой немецкий епископ, немецкий религиозный деятель. Приколотил, значит, к забору собора 95 тезисов против церкви, против католической церкви. С этого началась борьба, против нее церковники начали сопротивляться, развязалась гражданская война. И в этой гражданской войне ясно выступила социалистическая коммунистическая линия. Ее возглавлял Томас Мюнцер. Он познакомился в городе Цвикао с рабочими. Те, значит, уже начали выступать против своих хозяев, создали общество. Он к ним примкнул, подняли знамя революции, прогнали хозяев и включились вот в эту крестьянскую войну тогда, в начале, значит, 16 века. Это 1020-й, 1025-й, вот эти вот годы. И 1500-й. А я сказал? 1020-й. 1520-й, 1525-й. Значит, и в Англии были религиозные движения такого типа, и во Франции, и в Швейцарии, и в других местах. В Чехословакии сильное было такое движение. То есть вот общество созрело для отрицания феодализма. И социализм, он, конечно, здесь выступил такой яркой, идейной, вдохновляющей силой. Ну и вот Мюнцер, после Томаса Мюнцера, он был таким выдающим человеком. Затем ему последовала компанила, тоже он был религиозный деятель, монах. В 17-м году написал замечательное стихотворение «Город солнца». И расписал, такой сделал проект фактически. Хотя в какой-то мере он перетолковывал Платона. Вот можно сказать, что первым социалистом, с оговорками, да, но можно сказать, что был Платон. Платон первый отрицал частную собственность. Ну, не во всеобщем таком плане, но, по крайней мере, для воинов. И собственность, и жён, кстати. Тут один высокопоставленный начальник вспомнил недавно, как некоторые глупые люди в начале XX века призывали к общности жён. И он это приписал большевикам. Но это было и неожиданно, и некрасиво, и как-то глупо. Почему? Потому что вот эту вещь, её в обществе знают, скажем, старшие поколения прекрасно знают, откуда дует ветер на эту тему. Почему? Потому что в манифесте коммунистической партии Маркс и Эрмельс как раз отбиваются от упрёка в том, что коммунистам приписывают общность жён. Приписывали, да, приписывали некоторые идиоты, приписывали коммунистам общность жён. И Маркс и Эрмельс говорят, что никакой общность жён коммунисты не выдумывали, не собирается оставить. Теперь, когда некоторые горячие головы, сексуально озабоченные, выступили там в семнадцатом году с идеями свободной любви, Владимир Ильич несколько раз выступал по этому поводу и говорит, ничего подобного, у нас новая гражданственность, новый брак. И он брак, а не распутство. Поэтому никакой общности жён, а есть человеческие отношения, они должны быть оформлены. Они должны гарантировать женщину, прежде всего, от случайности разного рода. Ну, мы взрослые люди понимаем, что женщину можно оставить в положении, в котором она ни сама не прокормится, ни ребёнка не прокормит. И чтобы таких вещей не было, есть законодательство с соответствующими обязанностями мужчины по отношению к женщине. Ну, и женщины по отношению к мужчине. Поэтому это было некрасиво, мерзко как-то, думая, ну как вот на таком посту, в такой обстановке вспоминать такие вот глупости и приписывать тем более большевикам, Ленину и так далее. Ну, и в XVIII веке движение социализма, социалистических идеологов, оно уже приняло такой довольно широкий размах. И вот два таких аббата Мариле и Мабли во Франции перед Французской революцией как раз эпоха просвещения была. И они прямо выступили с социалистической проповедью. Потому что, мол, дорогие товарищи, вот ведь Иисус-то призывал к общественной жизни. Кстати, в «Деяниях апостолов» рассказывается, как первые христианские общины жили общим имуществом. И рассказывается, что приходят с имуществом, в том числе и богатые люди, отдают всё в общину и живут со всеми на равных поровнух. Про какого-то типа богатого узнали, что вот он отдал не всё имущество. Значит, тем, кто принимал имущество, их об этом заранее предупредили. Ну и когда этого мужчину спрашивают, мол, ты всё отдал имущество, а он начал тут вырыть, значит, его укорили в этом, и он умер от стыда. Умер от стыда, что его укорили, что вот он утаил имущество. Да, ну и сейчас можно услышать, что, мол, Христос был там первым коммунистом. Никаким, конечно, первым коммунистом он не был, но что община строилась на общественной собственности первая христианская и первые христианские – это, в общем, довольно известные факты. И к началу 19 века, значит, социализм уже стал пытаться и реальные проекты строить, и даже практически их осуществлять. Строили, значит, Роберт Оуэн и КБ. Роберт Оуэн даже дважды строил – в Англии и в Америке. Причём у него дело пошло – он сократил рабочее время впервые в мире до десяти часов своим. Теперь, общее жилище, общее питание, достойная заработная плата и производительность труда у него росла, как на дрожжах. Об этом узнал Николай Павлович. Тогда он ещё был князем. Он отписал этому воину письмо в Англию, что, мол, дорогой господин Оуэн, приглашаю вас в Россию устроить вот такую, значит, нам промышленность. Ну, воин был занятым очень человеком и в Англии, и в Америке. До России он не доехал, но, по крайней мере, значит, эпистола на эту тему осталась, как такой курьёз. Да. Ну, а в Урье он написал интересный очень труд, сделал объявление, что вот жду, значит, желающих вложить капитал вот в такое-то дело, в коммунном, каждую среду и пятницу с 12 до 14 часов по такому-то адресу приносите денежки, построим с вами коммунную и будем хорошо жить. Ну, простодушных таких людей не нашлось. Так он просидел, произдавал свои книги и благополучно помял. Я эту книгу читал дважды в студенческие годы и вот недавно опять, думаю, дай перечитаю. В студенческие годы я почитал страниц 10-20, может быть, думаю, что за галиматья. И отбросил. Но мне запомнилось, что Марс и Энгельсон тоже говорят, что это, ну, сумбур, но там гениальные прозрения. Вот теперь у меня, конечно, терпения было побольше. Вот я почитал, и действительно, там они простые, талантливые открытия, ясные, как божий день любому человеку непредвзятому, который это читает. И в то же время, наряду с этим, ну, завиральные такие мысли о жизни вообще и жизни мужчин и женщин в частности. Скажем, простая мысль. Он говорит, зачем у нас, значит, в деревнях каждая хозяйка печет свой хлеб? Тогда как можно сделать одну пекарню, в которой 3-4 женщины напихут хлеба на всю деревню? Замечательная простая мысль. Действительно. Зачем каждый? Кто-нибудь из вас видел, как хозяйки пекут хлеб? Видели? Печка в деревне. А, в деревне? Сейчас-то, да, продают эти самые печечки дома. Некоторые уже пекут. Я-то имею в виду в русской печи. Видят? А, во! И я видел. Это хлопотное дело. И бабуся моя, она, значит, там свечи разотворяет, потом рано встает, потом печь разжигает, потом, значит, эти самые варит. И так далее и тому подобное. Зачем? Спрашивается. Так? 3-4 женщины на всю деревню делали хлеба, пришли утром забрали и за милую душу съели. И так во всех других делах. То есть, это простая мысль. Для трудящихся понятная, доступная, мне кажется, даже и приятная. Но в чем порог основной утопического социализма? В том, что они из себя воображают какие-то открыватели столпов и ждут, что их поймут, что им дадут денег, и они построят это общество. Это наивно было даже и в те времена. То есть, они не видят практической силы и практических людей, которые бы были заинтересованы в этом практически. Они не понимали, что это дело практики, а не теории больше. И в этом смысле Маркс и Энгельс, когда столкнулись с немецкими такими утопистами, они быстро вот этот момент поняли, что здесь есть стихия рабочего подъема, стихия народного подъема к общественной жизни. И нет осмысления, как этот подъем организовать и использовать. Они поэтому, значит, отчасти уже были готовы к восприятию общественного развития и к пониманию общественного развития. А с другой стороны, вот эта связь с немецким рабочим движением, она как бы помогла им осознать это. И они к ним обратились в 1947 году, значит, чтобы они написали, Маркс и Энгельс, чтобы написали программу этого рабочего движения. И вот они написали манифест Коммунистической партии, в 1948 году его опубликовали. Где уже фактически выступает не утопическое, а научное сознание. То есть с указанием тех сил, которые в этом заинтересованы, с перечислением тех сил, которые враждебны и так далее и тому подобное. И в манифесте Коммунистической партии там уже обрисованы виды социализма. Какие бывают социализмы? А там уже к тому времени, после Оуэна и Сен-Симона, их славы, значит, и такой рекламы, социализмов развилось очень много. И получилось, что их можно уже квалифицировать. Как их квалифицировать? По принадлежности к тому обществу, интересы которого они защищают. Прежде всего, масса защитников, оказывается, социалистических интересов, феодальных интересов и феодального общества. Феодальный социализм. Он не нынешнее даже общество отстаивает, а прошлое. Поэтому такой социализм называется реакционным. И его тоже несколько там вариаций. Клирикальный социализм, то есть церковники тоже они там выступают за социализм. Мелкобуржуазный, я сказал, мелкобуржуазный там социализм и так далее. То есть за мелкое производство. Это тоже оно капитализму уже вредит. Капитализм развивается в монопольные крупные предприятия. Они определяют движение капитализма, а не мелкое производство. Да, значит, в качестве особого выделили немецкий или истинный социализм. То есть профессора Нехрей тоже ринули, значит, социализм, но они за Гегеля, они на Гегеле, они на науке. И вот нужно, значит, социализм строить вот так вот. Там был такой родоначальник анархизма Штиернер написал «Единственная его собственность». Вроде бы социализм за общественную собственность, да? А он оттолкнулся от единственной, единственной его собственности. И тоже все равно считает себя социалистом. Да, значит, теперь выступила группа, которая защищает буржуазное общество, буржуазные ценности. И Марс и Эмбельс хорошо так характеризуют вот этот буржуазный или консервативный социализм. Консервативный. То есть они консервируют буржуазное общество, консервируют то общество, в котором они живут. Кто это такие? Что это за люди? Значит, трудно их как-то тогда было, значит, сфокусировать по группам. И Марс и Эмбельс характеризуют его так. Это различного рода экономисты, филантропы, гуманисты, благотворители, члены общества покровительства животных, основатели общественной трезвости, мелкотравчатые реформаторы разных видов. Вам это ничего не напоминает из нынешней жизни? Все вот опять, значит, гуманисты, благотворительность давай развивать, животных надо беречь или лень холить и кормить за общественные счеты. Ну и так далее. Про общество трезвости я уж не говорю. Это с советских времен еще значит. Давайте общество трезвости. Трезвость, конечно, нужна. Но общество трезвости все-таки не решает этих вопросов. Нужна серьезная, значит, политика. Да, ну и немецкий или истинный социализм. И утопический социализм. Вот виды социализма. И социализм, как я говорю, это не в прошлом, или не только в прошлом, а он сегодня нас сопровождает. И, как ни удивительно, как ни странно, профессора, кандидаты наук отстаивают фактически, значит, сегодня позицию утопического социализма. Скажем, вот есть такой на ютубе, часто выступает. В том числе, по-моему, и у товарища Романова, и у Кириллиди был. Нет, не было. Кто? Кириллиди. Нет. Но он из этой вот компании историков. Значит, грамотный человек, кандидат исторических наук, историк спецслужб. Значит, вот нужно нам объединить Платошкина с КПРФ. Она уже давно не коммунистическая партия. Мы уже объясняли, объясняли, устали объяснять, что это мелкобуржезная партия. Ничего общего у нее с коммунизмом, кроме названия, нет. Она название эксплуатирует. И этим самым помогает вводить в заблуждение трудящиеся массы, в том числе рабочий класс. И вот эта вот история с Рашкиным, забившим Лося, нынче арестованного в этой связи, она показывает всю мелкость и никчемность этих людей. Если ты занимаешься политикой, руководитель серьезной вроде бы по названию партии, так не серьезной, мелкобуржуазной. И хватки – это все мелкобуржуазного деятеля. Теперь Николай Платошкин, Николай Николаевич Платошкин – симпатичный мужчина, умный, доктор исторических наук, написавший там десяток или больше книг, дипломат, хорошо выступает за новый социализм. Какой новый социализм? Где твой новый социализм? Какие ты книги написал по новому социализму? Чем тебе старый социализм не нравится? Рассчитайся сначала с Марксом Энгельсом Лениным, что вот у них старый, а уж потом будешь нас призывать к какому-то твоему новому социализму. Тогда как сейчас мы почитали, были же выборы, мы почитали теперь его документы, листовки, и поняли, что никакого там социализма нет. Там есть все вот это вот, значит, филантропия, гуманизм, благотворительность, члены общества, кровительства в животных и так далее. Тогда как Владимир Ильич Ленин, отталкиваясь от основной мысли Маркса и от миссии рабочего класса, говорит в «Государстве революции» том 33 на 34 странице. Марксист лишь тот, кто доводит классовую борьбу до диктатуры предприятия. То есть, если ты доводишь понимание классовой борьбы до признания диктатуры предприятия, то есть до миссии рабочего класса – ты марксист. Если ты не доводишь, ты не марксист. Мы тебя уважаем, ты хороший человек, культурный, но нам с тобой не по пути. Ты имеешь право пропагандировать, что ты хочешь, заниматься чем ты хочешь, но нам голову не морочь. Мы за эти 170 лет вот навидались этих гуманистов и покровителей животных. Теперь мы видели на практике, как они боролись с советской властью и с коммунистической партией внутри коммунистической партии. Причем не только меньшевики, но потом и большевики. Вот сейчас я купил стенограмму 14-й конференции партийной. Зиновьев с Каменевым – не кто-нибудь. Ближайшие соратники Владимира Ильича в 1926-м, уже в 1927-м году. Все еще, значит, вот нельзя построить социализм в буржуазном окружении. То есть партия давно доказала, что можно, что уже строили, что половину уже построили. Теперь уже к 1926-му году производство достигло уровня 13-го года. Знаете вы, что к 1926-му году уровень 1913-го самого богатого царского года был достигнут. Они все нельзя построить при буржуазном окружении. То есть борьба, видите, при Хрущеве, при социализме шла, нам морочили голову, что социализма нету, а при коммунизме вы будете там жить когда-то. Или коммунизм при социализме нету, а жить при коммунизме вы будете когда-то. После 1920-го года, когда мы умрем, то есть хрущевцы умрут, а мы потом будем жить при коммунизме. И там, значит, до войны внутри революционеров, которые Маркса там знали на зубок. И все равно такие берут. Почему? По очень простой вещи, что для них все эти категории, они не носят характер законов, понятий, категорий науки. Они сами такие ученые, они сами могут создавать новые категории, понятия, образы и так далее. Поэтому это вопрос очень серьезный. Вот этот утопический социализм, он нас окружает. Он нас, если хотите, сейчас душит. Вот их много всяких. И общественность, вот поднимается молодежь вроде, вот, да, нехорошее общество. А вот вроде там были Марсин, Гислянин. И тут появляется эта плеяда и говорит, что это все устарело, а вот у нас тут новость. Солин, идите вот сюда, ребята. Это просто вредители. Причем, значит, я не призываю как-то их выталкивать, там отталкивать и так далее. Но я считаю, что коммунисты, они должны сознательно к этому относиться. И какие бы там взгляды у кого-то не было, а, скажем, действовать сообща, Ну, в некоторых вопросах вполне можно, скажем, там, на митингах, на демонстрациях, при создании профсоюзов на предприятии, при составлении коллективных договоров. Это все можно делать совсем. Не надо собачиться, но понимать необходимо. Это понятие, это объективность, и от нее никуда не денешься. А если вы будете настаивать, вы становитесь врагами советской власти. И товарищи сложили голову не потому, что Сталин был там какой-то изверг, а потому что они объективно стали врагами советской власти. Объективно. Стали выступать против того, за что они выступали всю молодость и всю жизнь. Да. Но и утопический капитализм, третий наш вопрос, он тоже хороший. Так. Но время подошло к перерыву. Поэтому, как не интересен этот вопрос, давайте его оставим после перерыва. Да? Правильно? Правильно. Перерыв сколько? Десять минут. Десять минут. Нет. Это враги. А если люди несознательные, не понимают, недопонимают. Он где-то как-то ведет, например, у них со стороны там вот прочитанного, например. Конечно, есть сознательный. Сурков был такой, знаете Суркова? Вот. У него это была задача – разводить такого рода людей, чтобы эти люди морочили голову трудящимся. Поэтому, какое тут совместная деятельность или творчество никакого? Тут только война. Ну, сейчас таких вот современных… Уже отзывы идут. Рукователей марксизма очень много появилось среди, особенно, молодых вот этих блогеров, которые там ружки организовывают, а в итоге на поверху получаются большинство какие-то путальщики. Так вот, вот в этом и дело, что молодежь поднимается. Ничего другого, кроме Ленина, марксизма, нету просто. Вот никакой другой экономической теории нет. Хазин там пытается изобразить из себя, что вот у него новая там теория экономических кризисов. Но это изображение. А на самом деле он тоже… В основе он стоит на Марксе. Другое дело, что вот его интересует тема кризисов. Так что, если молодежь поднимается, она попадает на Маркса Энгельса Ленина. И тут, значит, ее встречают вот эти товарищи, о которых я говорю, что эти товарищи навешивают лапжи на уши. Ведь вот первого, кого услышат, оно остается в памяти как брещи. Первый вот автор или первый там лектор или первая книга, она глубже застревает. И товарищи так и остаются с этим сутопическим социализмом. Так что это вот тоже надо видеть, кто сознательно, а кто несознательно. Я-то думаю, что вот эти все товарищи, значит, Платушки, Кивилиди, теперь этот Спицын есть, доктор исторических наук, очень грамотный такой человек. Вот он как раз держится понятий. Не всех не всегда, но старается. Хотя тоже участвует в этом странном синтезе нового социализма. Стариков, Делягин, Прилепин. Ну, в общем, фактически сейчас кто поднимается, они выдают себя за социализм. Почему? Потому что в социализме есть вот это научное авторитетное движение. И вроде им пытаются как-то высветить себя в таком положительном свете. И часто это получается, к сожалению. Тем более, что там есть и талантливые люди. Скажем, Делягин, конечно, он талантливый парень. Да и Хазин, он талантливый человек. Все время держит руку на пульсе, значит, движения финансов. Такой компетентный парень. И впечатление происходит. Хороший молодежь тянется. Вот Камолов есть такой. Камолов, да, хороший из молодых. Вот он самостоятельный. Чувствуется, что вот он сам врубился в теорию. И не поддается. Да, из молодых. Семин тоже неплохой парень. Тоже в значительной мере такой самостоятельный. Есть, есть. Вот молодежь подрастает. Ну вот. Жуков. Этот самый. Историк. И Жуков. Да, Жуков. Тоже взячивается именно материализма исторического. Да. Тоже такой вот парень и относительно молодой, и такой глубоко роющий. Есть, есть. Растет молодежь наряду вот с этими товарищами, которых я охарактеризовал как современный утопический социализм. Вот и вырастают и такие. Но до научного социализма все-таки они еще не доходят. Не доходят. До признания диктатуры бультериата и, соответственно, всего учения Ленина. Понимание того, что Ленин полностью снимает Маркса и Ленингельса. что мимо Ленина не пройтись. Или, если вы считаете, что Ленин там в чем-то остал, пожалуйста, объяснитесь. Мы вас поймем. В чем Ленин не прав? И потом, я такого не читаю даже. Я не видел, что вот кто-то вот Ленина основательно покритиковал, что вот тут Владимирович ошибается. Это надо исправить. Я такого не знаю. Они его даже не касаются. Прям сознательно. Да, да. Они его обходят просто. Как будто нет. Как будто он недоразвил дальше все. Да, да. Уберут этот истокинг. Маркс. Как будто нет. Но он есть, и его не обойдешь. Так же, как в логике есть Гегель, и его тоже не обойдешь. Потому что другой логики просто нет. Есть Аристотелевская и Гегелевская. В университетах вот до примерно 15-го года, ну, в большинстве преподавали логику. В 15-м новое начальство отменило логику в университетах. Но это была логика Аристотеля. Она тоже по-своему полезная. Она не такая, как диалектическая, но она тоже полезная. Почему? Потому что сознание устроено именно так, как открыл Аристотель. Вот Аристотель показал, как устроено мышление, как устроено понятие, как устроено суждение, что суждение состоит из умозаключений, как строится умозаключение, какие типы бывают умозаключения. Все люди смертны. Кай человек, следовательно, кай смерти. И тут никуда не выпрыгнешь. Это закон. Да. А теперь все. Из вузов. Логику вычерпали. Кое-где только так на свой страх и риск оставили ректора. Но зато логику заменили торговыми предметами. Вот в эту сторону, почему-то там, прям со школы, как это назвать, к лирикальному образованию. Почему лидер обязательно два года учит историю религии? Но история этой религии, значит, если всерьез, то она, значит, как культурная дисциплина, она тоже в какой-то мере полезна. Все-таки, скажем, библейские тексты, да и Коран, они несут вот эту вот культурную матрицу, которая, как бы мы там ни хотели, она действует до сих пор. И она помогает бороться с тем маразмом, которым сейчас Запад переполняется. Садамии ведь открытые пошли на Западе наступать на чешскую культуру, на разврат какой-то невероятный. И тут, значит, ну вот, на религии можно опереться. Вспомнить, что Аллах сжег два города, значит, которые предавались такому разврату. То есть ответственность поднялась от отдельного человека, смертной казни, да? Казни целого города. И, значит, вдруг я вспоминаю недавно, что ведь и в реальности два города были сожжены недавно. Помните? Хиросима и Нагасаки. Хиросима и Нагасаки. Я не в том смысле говорю, что там виноваты жители Хиросимы и Нагасаки. Но в том, что Япония, она одна из зачинателей войны, она была в гитлеровской коалиции. Она открыла войну против США фактически. Да, фактически, да. Вот, поэтому она и наказана не Богом, а людьми конкретными. Да. То есть жалко людей конечных там, они не виноваты. Но это правительство, оно подвело к этому. Тоже, конечно, уже не было необходимости бомбить того штаба. Но пути Господня неисповедимы. Хочешь нет, хочешь нет. Так что религия вот в этом культурном смысле, я-то думаю, что мы ее как раз недоиспользуем. И поэтому наши контрагенты, они используют эти культурные ценности против нас, ну, как бы безоружных в этом смысле. Поэтому я-то все собираюсь написать на эту тему, но все некогда, актуальность захлестывает. Так, ну ладно, значит, у нас вторая часть посвящена вопросам, но мы вопрос поставили, значит, что вот у нас есть проблема капитализма. Какой у нас капитализм-то? Вот я и говорю, значит, у нас капитализм в смысле идейном, он в значительной мере утопический. Причем он начался как утопический капитализм, как движение. Эти вот Чубайсы, Гайдары, Набиулина, Кудрин, который, кстати, учился у Михаила Васильевича в свое время. Вот, они утопические капиталисты. Почему? Потому что они думают, что дело объявить, прокукарекать, а там не расцветает. Почему? Потому что рынок сам он все установит, значит, рука рынка, она все отрегулирует и все вещи решатся. Ничего она не отрегулирует, даже если вы хотите реально построить капитализм, так его надо строить. Нужны производства, нужны люди подготовленные, нужна техника, нужна наука. И все это нужно организовывать. Они-то, во-первых, даже не думали об этом. Они думали, что уже все есть, что эти советские специалисты, они тут возьмут под козырек и будут строить. Ничего они не будут строить, они не умеют этого делать. Советские, социалистическо-плановые они умеют делать. И делали хорошо, как теперь-то мы знаем. А капиталистическое не умеют они, и вы не умеете, и специалисты не умеют. И что из этого может получиться – не может. Плюс к совершенно стихийному процессу, объективному процессу добавляется субъективный западный. То есть целая стая западных специалистов из СРУ приехала и руководит каждым конкретным министром целая бригада СРУ. И говорит им, что им надо делать, что закрывать. Ну вот в моем родном городе, значит, было несколько фабрик комбинатов в Лыжнем Волочке. Приехали немецкие товарищи, говорят, мы это покупаем. А наши-то идиоты быстрее освободиться продавали, все записали. Купили этот хлопчатумажный комбинат «Авангард». Через некоторое время придурились, что они будут его строить, перестраивать, модернизировать. Поэтому временно распускаем всех рабочих в бессрочный отпуск. Распустили, закрыли на ключ и уехали. Предприятие стояло, стояло, стояло. И в прошлом году стена, построенная завода или комбината, построенного в 19 веке, отвалилась. Представляете, вот эта старая 19 века кладка. Она вот где стоит, ну как на действующих предприятиях, значит, ну и ломом держишь живет. А это вот она отвалилась. Почему? Потому что она гниет, там нету тепла, нету людей, нету заботы. И она отвалилась. И так вся промышленность теперь. Значит, вот тут мне прислали видео. Выступают на выборах 2012 года Путин и Медведев. Значит, надо промышленность развить, подготовить рабочие места, науку, новую технику, модернизировать производство. Где оно, это модернизированный производство? Никто им не занимался. Это были пустые слова. И производством не занимаются. Теперь был лозунг сделать многообразным нашу экономику. Как же это называется, словечко-то? Выпало из головы. То есть сделать многообразным производство. Диверсифицируем. Диверсификация, да. Вот мы диверсифицируем производство. Ничего не происходит. А если строят, то по переработке газа, по добыче гелия, ну, проводка, значит, там трубы, электричество. То есть вот такое обслуживание. То есть нас сознательно делают сырьевым придатком Запада. Под вобле о том, что они патриоты, что они борются с теми, кто хочет нас продать Западу. Мы Западу уже проданы. Теперь Запад уже дерибаску берет, который продал все Америке. Америка берет его за горло и говорит, у вас дом этот, который вы записали на родителей, он незаконно приобретен, поэтому надо его передать в собственность США. И всех их будут нагинать там. И сначала они нас оберут, а потом их Запад там оберет. Теперь на местах расстреливают. Вот на прошлой неделе очередного банкира, причем вместе с женой и с детем. Ну зачем жену-то и дитя? Ну его-то замочили – не жалко. А у женщины с ребенком-то не хорошо. Другого банкира летом или весной из арбалета в своей собственной бане замочить изощренными методами. Значит, поэтому у них в голове утопия, что они какой-то самостоятельный капитализм, какой-то у них суверенитет. Какой может быть суверенитет при головенстве во всем западном мире Америки? Кто суверенен нынче? Разве ГДР, Германия суверенна? Ее Обама еще прослушивал. Она там возмутилась, женщина – ой, как вы можете меня прослушивать? Ну а потом деваться некуда. Я думаю, так и согласилась. Почему? Потому что жестко прослушивают и ругают. Никакого суверенитета нет. Это у них на Западе. А что в России делается? Какой суверенитет? Раз вы хорошо себя ведете, раз вы добываете сырье и переводите его на Запад, значит, вы молодцы. Бесплатно. Почти бесплатно, да. Значит, вас надо погладить по головке. Молодцы, хорошо делаете, поступаете. Для Остраски вот есть Навальный. Навальный вот над вами будет висеть и смотреть, кто там чего лишнего делает или скажет, или что-нибудь. Покажет фильм, что вы воруете уже теперь миллиардами, миллиардами воруют. Причем не кто-то там, а вот подручные ближайшие. Поэтому это все утопический капитализм, утопическое сознание. Уроди наши. Они витают в облаках. Они управлять не умеют ни по-новому, ни по-старому. Это вот, помните, ленинские знаменитые слова, известные, повторяю так часто. Начальство не может управлять по-новому, а народ не хочет жить по-старому. Они не могут ни по-новому, ни по-старому, ни по-какому. Они могут только вот поддерживать те отрасли, которые были. Газ, нефтянка и газ. Они были Сталином, развитые до мирового уровня. Открыты все миросторождения при Сталине. Города построены при Сталине, при социализме. Они только были, это наше. Ну, первых, слава богу, там кое-кого убрали, как таких наглых особо, как товарищ Ходорковский. Остальные некоторые еще держатся. Но тоже они долго не продержатся. Так что, я думаю, что никакой самостоятельности у них нет. Поэтому нет и развития. И его нет и не будет. Вот это наша жизнь сегодняшняя, она показывает. При данном правительстве, при данном строе, никакого развития не будет. Оно, как объективный процесс, идет и помимо правительства. То есть, все равно там люди работают, занимаются, что-то усовершенствуют. Оно где-то там подспудно идет. Но это не по воле правительства, а вопреки правительству. Но раз оно вопреки, значит, не так эффективно. И, Янгельс говорит, правительство может действовать трояко по отношению к этой экономике. Оно может действовать в направлении экономического развития. И тогда экономическое развитие бурно развивается. Оно может действовать против экономического развития. И тогда развитие заканчивается или идет со знаком минус. И, наконец, оно может действовать более-менее нейтрально. То есть, сохранять то, что есть. И тогда получается застой. И мы с вами можем точно, в соответствии с этой мыслью, интересовать все наши правительства. И знаем, и видим, что Сталинское правительство действовало в направлении развития, в направлении общества, в интересах развития человеческого рода. И экономика бурно развивалась. Вот сейчас новая книжка появилась. Некого товарища Галушка, не видели? Кристалл экономики. Кристалл роста. Кристалл роста, да. Кристалл роста экономики. Значит, ну, замечательный анализ. Эти мысли все, они были нами высказаны еще там 20-30 лет назад. Но он удачно все это систематизировал. И сейчас очень популярно. Рекомендую в ютубе. Галушка, по-моему, кандидат экономических наук, вот его даже на Петербургский экономический форум пригласили выступить. Теперь. Брежневское правительство. Вот оно не развивало. Оно вот сохраняло то, что есть. И Брежневская, да и Хрущевская в значительной мере. Хрущевская еще попользовалась сталинскими достижениями. Ракеты, они были при Сталине, все это в космос сделано. Ядерное оружие. Все это Сталиным сделано было. Теперь. Нынешнее правительство, мы видим, что оно действует против экономического развития. Поэтому экономика в развалинах. Народ вымирает в мирное время, постоянно вымирает народ. А тут было небольшое торможение, вроде вымирание прекратилось на какие-то 2-3 года. И опять началось. Это нонсенс. Причем в России, у которой население мало по отношению к территории. Нам нужно население миллионов 300-400, а то и 500 на России. А у нас население сокращается. И они говорят, ну вот, матерям будем помогать. Ну так матерям помогать, это вообще-то говоря, это разрушать семью. Получается, что жена, она как бы от мужа независимо. Ей на детей дадут денежку. А муж он, ну, на себя зарабатывает. Да пробьет еще больше. Некоторые, если что, заплатят. Некоторые, да. Вот. Но, значит, девушки с пониженной социальной ответственностью теперь, значит, детей заводят. Они и сами нездоровые, и дети нездоровые, невоспитанные, без присмотра и так далее. От таких детей в экономике, я думаю, тоже порока немного будет. Так что эта экономика и это управление, они порочны, и ничего хорошего от них ждать в ближайшее время не приходится. Поэтому поднимается современное рабочее движение. Современное рабочее движение, оно все-таки имеет за собой большой опыт, поэтому сразу опирается на научный социализм, сразу опирается на ленинскую теорию, сразу изучает основы экономической жизни, основы политической жизни, научный социализм, и практически участвует в работе. В частности, сегодня я отправил товарищей наших в Нижний Новгород на Российский комитет рабочих. Вот вооружил их этой книгой. Сами почитают, товарищам распространят, там будут со всей России представители. Ну, не со всей России, но из многих мест России. Так что, раз правительство о нас не заботится, мы способны позаботиться о себе сами. Причем, вот правительство, оно полуграмотные люди. Кудрин – недоучка, Чубас – недоучка, Гайдар – он вообще был тупой по природе, остальным некогда было учиться. Они действуют по наити, по твоему опыту и по кухонным разговорам. Никакой серьезной науки, никакой серьезной политики в них нет. Поэтому, я думаю, что их перспективы ничтожны. Поэтому, не случайно, они наворуют денег и слиняют на Запад. Как это сделал министр железнодорожного транспорта и глава РЖД, гражданин Якунин. Знаете, вы помните? Да, вот он наворовал несколько миллиардов и накопил. И с сыном слиняли. Он слинял Германию сам с женой, а сын в Англии. Вместе со своими капиталами. А был лучший друг Владимира Владимировича. И привозил нам из Израиля вечный огонь. Святой огонь из Израиля привезет зажжетные коны людям. И люди радуются, что вот благодатный огонь на них снизошел. Вот кривляка, вот мерзавец. И они все такие. Он не самый худший, этот Якунин-то. Вот, подонки. Поэтому от них нужно спасаться. Иначе они тут нас всех передушат. Но, как я говорю, или как Бушин говорил Владимир Сергеевич, я за ним повторяю. Не на тех напали. Вы неграмотные, тупые люди. Вы, во-первых, вас сколько уже перебили, перевешали ваши же товарищи. И сейчас вешают, убивают, а расстреливают в ваших собственных домах. Друг друга перевешивайте. Кстати, у Гераклита было такое высказывание. Он из города Эфеса. Эфессы, вам надо бы перевешать друг друга и оставить город молодым. Да. Эфессы не перевешали. А эти, мне говорят, сейчас, может, и перевешивают. Ну, правда, новых найдутся, другие. Но, во всяком случае, такое вешание и стрельба из арбалетов, из пистолетов, значит, из всего она идёт. И это тоже внушает некоторую долю оптимизма. Так что будущее социализма, я думаю, оно светлое. Крушение социализма, падение социализма, разрушение социализма в нашей стране, оно показало, что отход от коммунизма, он чреват разрушением. Вот пока было марксистское и ленинское руководство, социализм, общественность, общество развивались. Как только от марксизма отошли хрущёвцы, развитие затормозилось. Как только опрокинули вообще марксизм и ленинзм как идеологию, общество стало разрушаться и разрушилось. Россия-то великая разрушена, осталась только невеликая Россия. Все окраины отпали от России, она слаба. И так же и в других странах. Социалистические бывшие страны, они же отошли от марксизма и они тоже разрушили. Так что это негативное доказательство того, что социализм есть глубокое прогрессивное учение. И отход от него, он чреват вот такими вот вещами. Поэтому во всём мире растёт социалистическое и коммунистическое движение. Значит, вот в семнадцатом году здесь был съезд коммунистических партий мира. В том числе мы с Михаилом Васильевичем на нём выступали. И выступали молодые ребята из Германии. Эти, германская, мне понравилась команда. Там у них возглавляет такая молодая девица, красивая, значит, умная. Речь такая у неё блестящая. И она такая вот динамичная вся. Думаю, да, вот таких пару женщин в Россию и революция обеспечена. Она напоминает Елену Фишер, может, вы видели. Знаете Елену Фишер, немецкая есть певица? Не знаете Елену Фишер? Но вы даёте. Рекомендую. Значит, Елена Фишер, она родилась в восемьдесят... забыл. В восемьдесят девятом, по-моему, году в Новосибирске. И там до школы жила в Новосибирске. Хорошо знает русский язык, любит русские песни. И вот даёт там концерты для русских. Зал гремит, значит, аплодирует. Ну, из себя выходит. И действительно такая она красивая девица. Поёт здорово. Ведёт себя на сцене замечательно. Ну, большое удовольствие получаешь, когда её смотришь и слушаешь. И вот эта вот девушка коммунистка, о которой я говорю, вот она как-то чем-то на неё похожа, на эту Елену Фишеру. Поэтому можете посмотреть Елену Фишеру и поймёте, о чём идёт речь. Набираешь в Ютубе Елену Фишеру и вам её выдают. Наблюдечки с голубой даёмочкой. Так что, я думаю, что будущее социализма и коммунизма светло. Народы так или иначе вынуждены будут вернуться к этому способу производства, потому что другого пути у нас нет, во-первых. Во-вторых, сам капитализм дал глубокую трещину, и мы смотрим нынче, как разваливаются теперь уже Соединённые Штаты. Во-первых, вот эта грязня между партиями, она, видимо, вышла из-под контроля. Те масонские структуры, которые ими руководили из-под поля, значит, они, видимо, не справляются со своей задачей. Поэтому весь этот конфликт между партиями и группировками, он вышел на улицу. Видите, даже, значит, пытались капитолием овладеть возбуждённой массой. Теперь, экономический кризис уже буршует в Соединённых Штатах Америки. Вот один корреспондент американский говорит, что появилась масса дефицитов в американских магазинах. Ситуация напоминает СССР 80-х годов. Ну, и мы-то люди в России закалённые по отношению к таким вещам, дефицитам. А, скажем, американцы-то, они не очень закалённые. Поэтому вот те бунты, которые там время от времени идут, и перестройки, и перестрелки, они будут, конечно, усиливаться и драматизироваться, и торгизироваться, я думаю. В ближайшее время нас ждёт в этом смысле много интересного. Поэтому всё это говорит о том, что надо смотреть в будущее с оптимизмом. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Ничто нам не мешает видеть главные позитивные стороны в этой жизни и по мере сил помогать им. Ну, вот вроде на этой оптимистической ноте можно остановиться. Если есть вопросы, я готов ответить. В каких отраслях капиталистического производства в России имеется тенденция к развитию национальных монополий? Тенденция имеется во всех крупных производствах, как тенденция. Она идёт всё время. Другое дело, что ей противоположна тенденция разорения, раздробления, уменьшения. Поэтому крупные монополии – это сейчас почти все государственные, типа Ростех, Газпром и так далее. Они все, значит, выражают вот эту тенденцию монополии. А мелких их тьма и разоряемых тьма, особенно вот сейчас в эти годы два, миллионы разорений, мелких зрений в бизнесменах. Миллионы. Так, вопрос от Александра. Диалектика – это учение о всеобщих категориях систематически развернутых в целостную логическую систему. Какое определение понятия «категория» в данном контексте? Категория – это и есть наиболее всеобщие понятия. Наиболее всеобщие понятия. Всеобщие, то есть работающие в природе, обществе и мышлении. Вот есть категории наук конкретных, там физики или химии, или еще кого-то. А философские категории, они работают и в физике, и в химии, и в биологии, и везде. А сколько сильно искажают марксизм и ленинизм в его политэкономическом аспекте экономиста Олег Кавалов? Какие? Ну, я лично не слышал, не видел, чтобы он искажал. То есть я немного его и слышал, но те, значит, мысли, которые я слышал, он искал, они вполне марксизские, вполне толковые. Пока все. Ну, какие созрели вопросы? Ну, вот у нас здесь недавно выступал Владимир Владимирович на Валдае. И у него, значит, задали вопрос, каких философов он держится. Он назвал Бердяева, Ильин, вот, как бы, что это книжки, стоящие у него на полках. Вот, как бы, хотелось бы услышать ваши по поводу Дениса. Спасибо. И еще один вопрос задать. Потом зададите. Хорошо. Вот, хороший вопрос. Вот, хорошо, что они столкнулись у вас, да? Они столкнулись у вас, потому что они столкнулись у Путина. И вот это столкновение показывает тоже очень хорошо, тоже вот это же самое свойство, о котором я уже говорил. Бездарности, неграмотности и желание выпендриться. Откуда это видно? Это видно из одной фразы Ильина. Это фраза по поводу Бердяева. Я много критиковал Бердяева со студенческих лет. И недавно, читая Ильина, и он говорит о Бердяеве. Белебердяев. Это шедевр. Вот я до такого не додумался, да? Как художественно, ёмко, точно. Белебердяев. Всё. Точка. И только неграмотные люди могут, значит, вот так их сопоставлять и связывать. Он не знает ни того, ни другого. Вот ему кто-то там ляпнул глупость, и он эту глупость повторяет. Не понимая, что он всё-таки, значит, предмет внимания больших масс людей. И среди этих масс-то есть люди грамотные, скажем, такие, как я. Белебердяев. И мы сразу видим, что это чушь собачья, это убожество. Белебердяев. Что ещё можно сказать? Точно Иван Ильин сказал, лучше не сказать. То есть я много критикал Бердяев, но вот так мне не довелось сформулировать хорошо. Одним словом – уничтожил. И правильно уничтожил. Почему? Причём, значит, тут есть именно такая научная сторона дела, да? Но есть и такая сторона просвещения, просветительская. Значит, Бердяев, он всё-таки, как бы там ни был он поверхностным мыслителем, он всё-таки человек очень культурный, очень культурный. У него замечательный язык. Вот когда его читаешь, особенно в молодости, и, кстати, многие попадают на эту удочку в молодости, у него текст льётся, как ручеёк журчит. И увлекаешься самим слогом, стилем, словами. И только потом, когда закончил чтение, думаешь, ну, о чём я прочитал-то? Чему я научился-то? Чему он меня научил? Что это было? Да ничего, собственно говоря. Потом, когда я уже там на третьем-четвёртом курсе-то уже так многое уже знал, стал понимать, я понимаю, что его там работа о коммунизме – это переписывание Герцена. В основном, это пересказ в смысле Герцена. И точка зрения Герцена, она продолжена вот в эти уже новые времена, в конце 19-го, начале 20-го века. Ну и, скажем, культурный чёт, конечно, не грех и почитать и Бердяева, чтобы знать, что к чему. Но полезно, знаете, критику Лениным, Бердяева. Говорит, они начинали марксистами, продолжили либералами, а кончили… Я уж что-то забыл. Ну, в общем, холуйством кончили они перед царём, вот в этих статьях, значит, посвящённых революции 1905-го года, веки там и другие. Что же касается Ильина, то надо сказать, что это действительно такой глубокий был мыслитель, глубокий человек, а об этом говорит его большой фундаментальный труд, значит, гегелевское учение о Боге и человеке. То есть, как бы я ни был не согласен с его точкой зрения, я понимаю, что он Гегеля, читая, я понимаю, что он Гегеля прочитал довольно глубоко, проштудировал. Но он соединяет свою религиозную точку зрения ещё с религиозной точкой зрения Гегеля. Поэтому фактически это такой пересказ Гегеля, он грамотный, хороший пересказ. Но это пересказ, тут нет какого-то движения мысли вперёд. И так он остался вот в этих размышлениях, значит, сопротивляться силою. «Надо!» – учит он своих. Толстой говорит, нельзя противляться силой, это порождает вражду длительную. Поэтому нужно уступать, ударили тебя по левой щеке, подставь и правую. А Ильин говорит, нет, надо бороться, сопротивляться злу силою. Ну, а в жизни оно так и бывает, конечно, люди сопротивляются злу силою. И когда это зло очень резкое и большое, конечно, без силы ничего не сделаешь. Особенно, значит, теперь, когда буржуазия разрушила и доразрушивает нашу Родину, конечно, я думаю, что надо сопротивляться и силой. Другое дело – как понимать силу? Это большой вопрос. Значит, прежде всего, сила характера, сила воли. Кстати, вот я перегружен был и не принёс вам мою папку с бумагами, я специально в папку вложил портрет Ленина Петрова Воткина. Кто-нибудь видел этот портрет? Рекомендую найти в сети и посмотреть. Этот портрет, эта картина, она находится в Ереванском музее художественного искусства. Вот, там, значит, Ленин так это смотрит в белой рубашке, что-то с кем-то дискутирует, и вот как будто хочет так, значит, не то отмахнуться, не то дать пощечину. И такой взгляд у него напряжённый, не то чтобы злой, но такой суровый. Да, вот эта воля, вот в этом портрете видна воля Ленина, да? То есть, человека готова к борьбе, к суровой борьбе. Вот, а нам его как-то, вот эти, в советские времена, таким, ну, да вы радушным дедушкой представляли, или таким основательным, значит, таким эти, бюрократом таким, вроде как министром, сидит такой в галстуке, строгий, серьёзный дядюшка, дяденька. Вот, воля, вот начинается всё с воли. Что такое воля? Воля – это решение, которое проводится в жизни, последнее решение, которое проводится в жизни. Я решил так. Всё, я действую так. И получается, что вот этой воли или нету, или она слаба. И недавно было 90-летие режиссёра Масленникова. Знаете Масленникова режиссёра? Фильм «Шерлок Холмс» видели? Да, да. Вот это Масленников. Лучший Шерлок Холмс во всём мире по признанию английской королевы. И там, в Англии, им поставили нашим этим артистам памятников в образе Шерлока Холмса и Ватсона. Да, но у него есть и другой фильм. «Зимняя вишня» смотрели? Да. Смотрели? Да. А вы не смотрели? Ну и правильно. Понятно. Я начал смотреть и бросил тогда. Почему? Потому что какой-то вот слякотный такой фильм, это герой главный играет молодой Соломин. Кстати, Ватсона он играл тоже. Вот. И там одна или полторы минуты интервью по телевизору с этим Масленниковым. И он умудрился в этом интервью вспомнить именно «Зимнюю вишню» и говорит, о чём этот фильм? О чём этот фильм? Уже не помню. Конечно, не помню, потому что это трудно помнить. Да я думаю, даже невозможно. Я, кстати, я-то тоже не знал. Это вот он мне сейчас сказал, и это для меня было откровением. Он говорит, это о мужском ничтожестве. Я выпал в осадок. Точно, о мужском ничтожестве. Это вот какой-то там такой слезняк. Вот у него жена там где-то, любовница, вот он тут, значит, на природу с ней слинял. Какие-то свары там, значит, кухонные и всё такое. Я говорю, что я посмотрел, но, я не знаю, минут двадцать и ушёл. Вот. Почему? Вот я осмысляю вот сказанное Масленниковым. Потому что оно, мужское бессилие или мужская ничтожность, как он выразился, это не предмет искусства. Не предмет искусства. То есть, если оно, значит, в каком-то произведении оттеняет главного героя, героя, значит, позитивно, и тут вместе с ним вот это ничтожество. Это может быть прекрасное, безобразное, а не парные категории, отражающие парность явлений и противоречивость бытия. А само по себе ничтожество, или там, так сказать, безобразное, оно как-то не очень. Скажем, вот «Безобразное» был шедевр. «Собор Парижской Богоматери» был старый фильм, 56-го или 57-го года. Не смотрели, не видели? Ну, вы даёте, мужики. Да, мы смотрели. А? Вы-то смотрели, я уверен. А они молодые не смотрели. Там молодая Лалабриджита, как её звали-то? Дина? Джилла Лалабриджина, да. Джилла. Джилла, да, Лалабриджина. Красавица такая. И вот в неё влюбляется урод. Значит, на соборе Парижской Богоматери он там, когда надо, звонит в колокола. И вот он смотрит оттуда с колокольни на неё, у него текут слюнки, ему тоже хочется чего-нибудь сладенького такого. Но вот он урод. Да. И это Виктор Гюго, друг Маркса Эргельса. Писатель был. И Гюго показывает, насколько он душевно высокий, то есть он внешне безобразный, а внутренне он прекрасен. Ну и, конечно, и фильм сделан хорошо, и Лалабриджита. Кстати, главного героя этого Квазимода играет Квинн. Как? Квинн. Куин. Альбер Куин или как его? Энтони Куин. Энтони Куин. Такой сильный актёр был. И вот они, конечно, пара великолепные в этой фильме. Я вам рекомендую посмотреть. Это вот настоящее искусство. И как раз вот проблема сочетания прекрасного и безобразного, или, если вы хотите, борьбы прекрасного и безобразного. А у Масленникова-то у него получилось, ну вот, безобразное. Поэтому оно, конечно, художественно, тьфу, я считаю, зря он это сделал. Но вот теперь, спустя годы, думаю, да, может быть, конечно, имело смысл, если бы тогда это разъяснял кто-то и так далее и тому подобное. А так вот мы посмотрели, ну, был такой до этого не я, если наплевать на него. Так что, вот что касается Бердяева, Ильина и такого рода проблем. Ещё вопросы? Можно вопрос. Ну, так как озвучили вот этих мыслителей, вот, вообще теоретически возможен какой-то реваншизм, который они описывали в своих трудах. То есть там Бердяев описывал в Средневековье, в 21 веке. Новое Средневековье. Да, Ильин тоже, так сказать, возврат к традициям. К традициям, да. Возможен ли он в условиях нынешнего времени или даже в гости? Он невозможен, а он есть. Как случайное явление, они есть. Кстати, рабство есть, как случайное явление. Не где-нибудь, а в России. Вы знаете, что бывают случаи рабства у нас в России? Ну вот, рабство. Я уж не говорю про феодализм. Феодализма сколько хочешь, проявления. Грустно, грустно от того, что эти проявления дошли, так сказать, до верхов, до официальности, и теперь устраивают шабаш с якобы женитьбой якобы царя в Исаакиевском соборе. Это вообще нужно свихнуться. О чём думают начальство наше? Шойгу, который позволил, значит, военный караул там этому якобы царю. Значит, предоставление вообще Исаакиевского собора для этого. И вообще весь этот антурак. Так мало того, есть люди, которые уже готовы, значит, к восприятию царя и ощущение, что не примеряет ли Владимир Владимирович на себя там мантию, о чём я тоже так намекаю здесь. Вот почему? Потому что некоторые товарищи так выступают. Этот самый, как его миллионер-то? Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ? Хельсон. А? Не-не-не. Русский такой патриот. Я патриот, мы русские, православные. Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ. Забыл фамилию. То есть пропагандируют нам, что вот царь, хорошо, хорошо бы и в России, царя, вот царь он мораль устрояет там и так далее и того подобное. Но всерьёз никакой реставрации не будет, по крайней мере надолго, никакого восстановления феодализма не будет. И я думаю, что и восстановляя реставрация капитализма в нашей стране, это тоже явление случайное. И оно, в общем, в какой-то мере естественно и даже предсказывалось. Марс и пишет, что пройдёт, может быть, 50 лет революции и контрреволюции. Вот мы живём сейчас при контрреволюции. Марс был о 50-ти годах. Так он говорил при том условии, что все развитые страны одновременно перейдут. Это вот развитые страны перейдут и потребуется им 50 лет революции и контрреволюции, чтобы построить наконец комиссийское общество. А мы-то в одной стране строили, да? И то продержали 70 лет. Это очень много для одной страны. Причём не самой развитой. Вот сейчас реставрация эта, но она всё равно всё-таки реставрировала пока капитализм. То есть отступление, как говорится, на ближайшие тут такие рубежи, ближайшие формации. И то, я думаю, что это случайно. Контрреволюции, они тоже очень длительными не бывают. И в конце концов революции побеждают. Скажем, буржуазная революция, там тоже был откат, скажем, во Франции. Там сначала Наполеон, он и двинул революции в какой-то мере этот откат. Потом, когда его прогнали, тут восстановилась опять монархия. Потом эту монархию прогнали, потом опять она восстановилась. Потом Луи-14, Луи Наполеон, псевдоплемянник Наполеона 20 лет сидел. Это тоже отчасти прогресс, отчасти регресс. Но всё равно буржуазная революция в конце концов всё это переворола. И буржуазное общество установилось во Франции. Так и у нас, и так и во всём мире. Сейчас вот произошла победа капитала, капитализма. Произошла она не в силу развитости капитализма, а в силу слабости и предательства верхов Коммунистической партии в нашем государстве. А предательство, я говорю, оно с молчаливого согласия широких слоёв трудящихся. И мы виноваты сами, мы трудящиеся виноваты сами, что допустили до этого. Мы не организовались вовремя, много организовались. Я, кстати, тоже пишу. Было сопротивление очень сильное, особенно на последних этапах. Скажем, мы тут сколько митингов провели, демонстрации по Невскому, критиковали и Горбачёва при нём, и Ельцина при нём. Но уже силы не хватило почему-то, что они захватили государство и государством нас додавили. Но не на тех напали. Да, сейчас подсказали, что у миллиарда Малафеев. А, Малафеев, да-да, спасибо. Да, сейчас подсказали. Вопрос от радиолаборатории был, изменился ли империализм во времена Ленина? Империализм, конечно, да, изменился и очень. При Ленине, во времена Ленина, было, ну, пять ярко выраженных империалистических самостоятельных держав. Значит, после войны таким государством-гегемоном действительно стала Америка. И вот Америка – это действительно реальный капитализм и империализм. Вот это не утопический. И его лидер-идейный вдохновитель Бжезинский сказал, что они гегемон в мире и все должны подчиняться. Правда, последние годы он тоже немножко завибрировал. Но он сказал нам в глаза прямо, откровенно, и я думаю, что за это надо ему сказать спасибо, что Россия будет разрушена руками России и за счёт России. И мы видим, что её разрушают руками России и за счёт России. И я не вижу большого сильного сопротивления от нашего начальства. На словах оно много говорит – мы патриоты, да у нас самостоятельность, да у нас оружие сверх-быстрое. А на деле сила – она в промышленности. И прежде всего в обрабатывающей промышленности. Не в добывающей – это сырьё, это мы обслуживаем Запад и Китай. А в обрабатывающей промышленности, она еле живёт. Вот только сиюминутные какие-то дыры там латают и всё. Но если они будут развивать обрабатывающую промышленность, соответственно будет расти рабочий класс. Да, совершенно верно. А они боятся, то есть они Марса тоже изучали. И они понимают, что если они будут развивать эту промышленность, будет расти рабочий класс. И они знают, что миссия рабочего класса состоит в том, что он могильщик буржуазии. И тут интересы русской буржуазии соединяются с интересами мировой американской буржуазии. И они в этом смысле друг друга очень хорошо понимают. Им не надо специально говорить. Мы им вообще не нужны. Мы им нужны как сырьё. Ну, если только. Как сырьё, как пространство, как источник чистого воздуха, кислорода. Я имею в виду, что люди, живущие в этой стране, нашим капиталистам особо не нужны. Всего того, что они смогли договориться с их капиталистами и их общий интерес. Нет, нужны. Эксплуатировать-то кого-то надо. Стоимость-то создаёт рабочий. Понятно. Во-первых. Во-вторых, мы Западу нужны. И Маргарет Олбрайт, это был у них госсекретарь, то есть министр странных дел, она откровенно сказала, что в России очень много пространства. Это как-то нехорошо, что одна страна имеет такие ресурсы. Несправедливо. В России достаточно 50 миллионов. И мы видим, что в общем население не растёт, а сокращается ещё. То есть руками России. В Жамалине, ты вчера говорила вроде, достаточно России 15 миллионов. Про 15 я не слышал, а 50 слышал. 15 в России это мало, большая уж очень страна. Эти же путепроводы-то там надо всё время беречь, обрабатывать, очищать, ремонтировать, эксплуатировать. Нет, там много всего надо. Можно ли сказать так, что воля это абсолютная готовность к реализации идей? Заранее спасибо. Заранее готовность? Готовность это и есть заранее. Готовность. Он вам говорит заранее спасибо. Да, я понимаю. Можно ли сказать так? Нет, так я ещё не ответил, я ещё хотел ответить на этот вопрос. Это не готовность, а это уже дело, реализация. Воля – это реализация решения. То есть я решил бросить курить, всё, я уже не курю. Другое дело, что я не покурил недели и потом опять закурил. И так я бросал 26 раз. Переплюнул Маркет Вена. Маркет Вена. Маркет Вена. Он говорит, да, он тоже. Ничего более проще, чем бросить курить. Я бросал 17 раз. А я его переплюнул, 26. Да. Ну, бросили. Да. Вот. Уже я 25 лет не курю. Что-то там ещё был вопрос. Тут вопрос такой. Так. Можно ли сказать так, что воля – это абсолютная готовность к реализации идей? Так нет. Воля – это и есть реализация. Это не готовность, а реализация. Уже всё, он уже готов, он уже реализует. Решение принято – и он его реализует. Это воля. Воля – это деятельность. Практическая идея – это практическая идея. Кстати, вот воля – она и похожа на идею. Идея – это тоже реализация понятия. И воля – это реализация понятия. Но это сфера практической идеи. Есть теоретическая идея – реализация знания. А это практическая реализация. Реализация – это деле. Всё. Скажите, Ильин в 1934-1935 годах был в восторге и всякие дефирамбы пел Гитлеру. Да, это известно. А как он встретил победу Красной Армии и где? За Францию. А он, по-моему, в 1944-м умер. Нет, он умер в 1953-м, по-моему. В общем, не знаю я, как он встретил победу. Ну, думаю, если встретил, то мрачно. По-моему, он разочаровался в их фашизме. Ну, как и все. Сразу это было весело, да. В 1954-м он умер. В 1954-м? Да. Сразу Геннер резали, но потом он ухудшил. А он умер в России. Начал, знаете, свернуть Гитлера, в нем разочаровался в 1945-м. Ну, в 1945-м понятно, это все разочаровались. Да, в 1945-м, сейчас молодой оптим. Да, поддержали они Гитлера. Ну, это бог симптом эти политические пристрастия. А в философском смысле, в котором вот его поднимают, никакой у него особой величины нету, никаких у него особо продуктивных идей нету. Поэтому Путин здесь, ну, он повторяет каких-то тунеядцев таких полуграмотных. Не стоило бы ему этим заниматься. А он сейчас что-то лезет в философы. Тут о цивилизациях вы не говорите. Русская цивилизация особая там. Ну, недавно эта тема, вот, опять на Западе стала широко обсуждаться. Там Хэнкентон, Тойми поднимают эти вопросы. И он. Да, сейчас вот конференция в Москве проводится по русской цивилизации, что она какая-то там особая. И Владимир Владимирович в эту кампанию хочет записаться, показать себя большим философом. Но это тоже будет смешно. На этой ноте и закончим. Вот, давайте на этой артемистической ноте и закончим. Ладно, спасибо за внимание. Успехов, дорогие товарищи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok